Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. В этом ролике вы увидите, как без особых трудностей и при малых задратах можно сделать декоративную штукатурку под названием «Мокрый шелк». Это очень модное и красивое покрытие для стен и потолков. Смотрится очень стильно и дорого. У арок не требуют дополнительных затрат на обрамление доборами или наличниками. Как бы ни старались производители обоев сейчас подогнать и цветовую гамму, и декор под «Мокрый шелк» или «Венецианку», вид декоративки, естественно, в выигрыше. Как и своей палитрой, так и оригинальным неповторимым рисунком, который вы сами нанесете. Качество, конечно, у декоративной штукатурки во внутренних и во внешних углах, естественно, лучше и смотрится красивее. Никаких стыков. Я заколеровала краску и нанесла ее вот на такие вот маленькие подготовленные образцы. Мне понравился вот этот тон для зала и коридора. Вот я в ведерке тут размешала такой цвет. И вот такие колеры у меня. Значит, персиковый, оранжевый и черный. Ведро 6 литров. Капаю по чуть-чуть и размешиваю. После того, как я сделаю краску, нанесу ее на стены. Затем я буду наносить вот эту штукатурку декоративную. Называется она «Мокрый шелк». Штукатурка наносится ну просто великолепно. Ее очень мало надо. То есть вот это мне хватит одного ведра и на зал, и на коридор. Ну а второе ведро на спальню возможно останется, возможно нет. Но лучше взять всегда с запасом. Вот я покупала таких 2 килограммовых ведерка на балкон. И у меня пол ведерка осталось. Сейчас в этом ведерке я заколерую штукатурку под цвет, который у меня получился вот в ведерке. Цвет получился бледный, такой бежевый. Но если взять вот так к плитке, к полу, он даже и очень хорошо смотрится. Видно, да? Кухня тоже будет светло-бежевая, а столешница темнее. Столешница будет камень. И с такими же разводами практически, как на полу, только темнее, чем пол. Немножко, но темнее. Ну вот, я заколеровала. Вот такой цвет у меня получился. Я нанесла на заготовочку свою. И вот цвет изменился. На свету он будет мерцать. Вот так вот. Но на большой стене это будет смотреться намного эффектнее. С какой стороны вы будете смотреть на стену, там будут совершенно другие блики. Такой вот цвет у меня получился. Бледный, бледный такой. Это только покрашено один раз. Второй раз покраситься будет немножко поярче. И вот такой вот я сделала потолок. Из обычной шпаклевки. Дешево и сердито. Он уже покрашенный. Здесь вход в туалет. И здесь будет шкаф. В шкафу внутри будет вот темно-фиолетовый такой цвет. А здесь будет, ну, такое панно. Арочка моя. Ну, такой вот коридор. Добралась до зала. Значит, здесь уже видно, да, вот я покрасила арочка здесь. И вот это вот, где розеточки. Это уже покрашено персиковым таким цветом. Ну, и сейчас буду красить зал этим же цветом. Я думаю, что каждый может покрасить стенку валиком. Вот я беру такой тоненький валик. Мне им очень удобно. Маленький. Зато я вижу, где идет прокрас, где не прокрас. И вот так вот я закрашиваю стену. Мне очень нравится персиковый такой цвет тоже. И вот, видите, такая штучка. Раз, ее сняла. Это в краске такое бывает. Они здесь не нужны. Ну, и, в принципе, покраска нашей комнаты, зала подходит к концу. Все. Вот я покрасила эту стенку здесь. И противоположную стенку, где висит у меня телевизор. Вот такой красивый персиковый цвет. Сейчас я на него буду наносить декоративную штукатурку. Итак, для работы нам понадобится вот такой шпатель для декоративной штукатурки. И маленький шпатель. С большого ведра я переложила в маленькое ведерко, чтобы мокрый шелк не высыхал в большом ведре. Поэтому я накладываю сюда чуть-чуть и наношу на стену. Вот такое количество. Чуть-чуть совсем. У вас должна быть обязательно мокрая тряпочка, потому что шпатель надо протирать постоянно, чтобы на нем не было вот здесь вот таких засохших соусенцев. И наношу вот такими движениями на сделку. Вот такими движениями. Я в уголочке вот так беру пальцем просто и излишки растянула. И здесь тоже. И оно получится ровненько и красивенько. Очень надо хорошо растирать штукатурку. То есть она должна быть очень маленьким, таким тоненьким слоем, чтобы пролел рукой и получилось, что вы провели как по шелкографии. Вот смотря в какую сторону вы повернете шпатель. Вот я в эту повернула, он светлый. В эту повернула, он темнее. И вот так вы наносите рисунок. Но первым слоем рисунок не наносится. Сейчас первым слоем наша главная задача закрыть краску. Подложка. Шпатель надо держать вот так вот. Не плашмя, а чуть-чуть вот так. Мне очень нравятся крупные такие рисунки. Но я сейчас перейду на другую стенку. Там я уже первый слой положила. И я хочу проэкспериментировать. Возможно, мелкий рисунок будет красивее. Я закончила стену. Сверху донизу. Вот такая красивая у меня получилась стена. И вы видите, что с полом, вот плитка на полу, она в принципе перекликается. Вот так выглядит стена в коридоре. Та же самая краска, тот же самый цвет. И та же самая штукатурка. Просто в коридоре меньше освещения. Здесь у меня одна лампочка висит. После того, как первый слой высох, и перед нанесением уже следующего слоя, нужно обязательно вот взять такую губочку. Она как с наждачкой такая. И маршрулить. Особенно уголочки вот здесь вот. Чтобы они были такие гладенькие-гладенькие. То есть отверху донизу, чтобы не было никаких таких камушков, то все должно быть гладенько-гладенько. Для того, чтобы нанести следующий слой, который называется придать фону рисунок. Вот следующим шагом мы и будем делать рисунок. Если у вас где-то вот такой непрокрас от первого слоя, это не страшно. Когда буду наносить второй слой, я вот здесь просто закрашу эти места. То есть после второго раза, если вы увидите такой непрокрас, то там да, там можно взять и замазать. Чем мне нравится этот мокрый шелк, то что он вот такой гладенький. Его можно перекрасить в любой момент, если вы хотите изменить цвет, фон в квартире. А также его можно опять поклеить обои, если вам надоест штукатурка. Флизелиновые обои снимаются тоже хорошо, да? И побыли у вас обои, вы потом их сняли, и у вас опять осталась эта штукатурка. Вы ее помыли, и она у вас как новая. Вот это вот мне очень нравится. Я беру чистый мокрый шпатель, накладываю совсем чуть-чуть, и начинаю накладывать для декоратива в ту сторону, чтобы стена была темная. Значит, вот так. На сдир. Когда разнесла, беру ткань, вытираю, и вот такими движениями создаю эффект мокрого шелка. Пока штукатурка не высохла, вы можете рисовать все, что угодно. Затенять, светлить, до тех пор, пока вам не понравится. Если вам все равно не понравилось, наложили еще штукатурки и по новой все сделали. Мне, конечно, больше нравится вот такая большая абстракция, но я хочу поэкспериментировать, что же получается, когда вот такое мелкое. И завтра мне привезут сюда зеркало большое, повесят, ну и посмотрим, как это будет смотреться вот в мелкой структуре. Ну вот, если близко, то вот так вот получается. И причем оно играет, вот я с этой стороны зайду, оно играет совершенно по-другому. Ну, мне, например, очень нравится. Полностью готовый ремонт ждите в последнем ролике под названием «Шикарный евроремонт за призм своими руками в квартире 50 квадратных метров». А следующая серия выйдет под названием «Евроремонт. Декоративные колонны у арки своими руками». Из сериала «Ремонт за призм в квартире за призм». Почему за призм? Смотрите вот эту первую серию «Как накопить на квартиру благодаря криптомонете призм». И если вы решите начать промайнить монеты призм для того, чтобы получать ежедневный пассивный доход, то нажмите вот на эту ссылку под роликом и перейдите на сайт «Паровоз призм». На этом сайте изложена вся информация о криптовалюте. Там очень много разных роликов. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за лайки и за ваши комментарии. Не забывайте делиться моими роликами со своими друзьями в соцсетях. А на этом у меня все. С вами была Валентина Синема-2.